Сейчас в контексте Евровидения, которое приближается, не могу, конечно... А как же? Без Евровидения мы никуда. Это вообще болезненная тема, учитывая 11 место или нет? Или вы считаете, что главную часть? Это не болезненная тема, в том смысле, про 11 место. Конечно, очень много об этом говорилось в принципе. И вообще во время поездки на Евровидение такое было количество внимания ко мне, конечно, я не могу... Наверное, есть люди, которым это очень нравится, а меня это ужасно, ужасно. Вам не нравится внимание, но человек, который выходит на сцену... Вы себе не представляете, когда ты выходишь из подъезда, и там за тобой из кустов охотятся люди с объективами, это вот до определенного предела известность, она радует. А потом, ну, лично для меня, вот этот предел где-то там находится, она начинает просто очень сильно выводить из себя. Поэтому в этом смысле история, конечно, такая... У меня к ней очень такое сложное двоякое отношение, хотя это было здорово, это был интереснейший музыкальный... Я вам очень говорю, это опыт, да? Опыт, да, 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 что это так и есть. А вы следите вот за Евровидением вообще, в принципе, после? Ну, не сказать, что слежу. Если кто-то там говорит, вот посмотри вот этого вот артиста, он классный, я смотрю. Я вот смотрю, вот борода фактически есть. Если бы вы вышли в женском платье тогда, опередив кончиту в Урст на много лет был... Я должен сказать, что в женском платье и вам бы очень хорошо было на бровине, это беспроигрышный вариант. Бороды. А без бороды тоже хорошо. Ну, кстати, вот как, действительно, серьезно, насчет кончиты в Урст, вы считаете, вот составные, безусловно, вокального мастерства, которые, ну, как бы все говорят, что оно есть там. Я дилетант, но люди, которые в этом разбираются, говорят, что петь оно умеет. Вот. И составная вот этого маркетингового элемента, как вот вы оцениваете, вот, что там было больше? Я не знаю, честно говоря, по-моему, это все не очень вообще интересная история, потому что мужчины переодевались с женщинами с покон веков, это всегда был такой полуцерковой номер, и это иногда делалось более деликатно, иногда менее деликатно, иногда более смешно, иногда менее смешно. Сказать, что это какой-то удивительный прорыв, я, честно говоря, не могу. Ну, Евровидение, это с вашей точки зрения, которое знает изнутри кухню, вы участвовали, это в большей степени соревнования профессионалов, профессионалов в смысле исполнения или профессионалов в смысле подачи и просто шоу? Ну, я думаю, что все по-разному к этому относятся. Я и мои друзья, когда туда ехали, конечно, это воспринимали именно как состязание профессионалов, но глупо отрицать то, что это еще и состязание в большой, а может быть и в большей отчасти степени мере. Состязание именно шоу и то, кто кого просто как паразит, удивит и заставит, так сказать, смотреть не отрываясь. Этот момент всегда присутствует, да, он есть, что делать. Вы с Полиной Гагариной знакомы? Лично нет. Ну, а знаете ее как? Она очень музыкальный человек, и я желаю ей успеха. Насколько вы были свободны в выборе номера, в выборе подачи? Абсолютно свободны были, хотя все, конечно, там люди, которые рядом с нами этим занимались, говорили, ну давайте что-нибудь веселое, ну что вы. Ну, мы решили, что как раз наоборот, знаете, на противоречивом таком, на контрапункте сыграть и сделать лирическую балладу, и не думая, что мы проиграли сильно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...